Друзья, хочу показать вам, как занимают места. Вот раз удилище, два, три, четыре. Вот такие дедушки приезжают сюда и занимают по 150-130 метров берега. Это все одним человеком занято, одним смейщиком, чтобы вы понимали. Вот. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Тринадцать удилищ на одного. И вот дальше еще, вот смотрите. Это все, я еду, это все его одно место. Нормально? Четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Вот такие вот рыбачье приезжает и занимает берега. О, и еще куча целых балабаек. Вот так вот никак не нажрутся, бля, эту рыбу, бля. Здравствуйте, Владимир. Здравствуйте. Очень приятно, что вы очередной раз согласились дать интервью нашим подписчикам канала «Всё для клёво». Накопилось очень много вопросов, и один из них – это клуб 99 макушатников. Как бороться на берегу бедному рыбаку? Как найти место? Потому что некоторые занимают очень много места. Ну, давайте начнем с правил рыболовства. Согласно правилам рыболовства, одному рыбаку разрешено ловить удочками всех типов с общим количеством крючков не более пяти на рыболовах. Поэтому, если стоит один человек, у него закинуто пять удочек, и на каждое по одному крючку, он не является нарушителем. Вот. Если он закинет шестую удочку, естественно, это уже, за это предусмотрена ответственность, согласно административного кодекса. Вот. Когда действительно бывают такие ситуации, когда люди занимают 70-80 метров берега, раскидывают очень много снастей. Единственным законным методом борьбы с этим будет – это обратиться на телефон доверия, вызвать сотрудников рыбоохранного патруля, потому что это ихняя парафия, чтобы они занимались этим правонарушителем дальше. Самостоятельно, чтобы я порекомендовал, ну, это так, будем говорить, как бы совет. Вот. Если они там действительно заняли, раскинули, есть какая-то там дырка, лазейка, берег общий, сели в эту дырочку между двумя его спиннингами, закинули свой фидырок там, либо на что вы хотите рыбалить, и вперёд. Хорошо. Но вот бывает такая ситуация, что это такие рыбаки закидывают, например, там вдвоём, допустим, 10 удилищ, да, и дальше там на дальности заброса там 90-100 метров, кто не все закидывает, ставят туда ещё пластиковые бутылки, которым привязывают там леску с двумя-тремя крючками. И таких бутылок ставят там по 20-30 штук. Вот. Как здесь быть? Ну вот опять же, если они стоят на берегу, у них закинуто там, допустим, 10 удилищ на 2 человека, как мы определились, на каждом удилище есть один кручок. Потом вы видите, что он, например, с помощью какого-то плавсредства выдвигается вглубь реки, ставит эти бутылки, ну потому что я так понял, о чём вы говорите, это, грубо говоря, перемёты маленькие, либо такие же снасти, ну просто он их завозит. Вот. Вот. Надо как-то привязать эти снасти к этому человеку. Это самое проще сделать, надо это зафиксировать на видео, если есть такая возможность. Опять-таки обратиться на телефон горячей линии Доршип-агентства, вызвать инспекторов, предоставить им это видео. И тогда инспектора, имея данное видео, которое будет являться доказом по справе, согласно статье 252 админкодекса, могут привлекать данных людей. Потому что если просто вызвать и не иметь видео подтверждения того, что те бутылки и те снасти принадлежат этим людям, инспекторам будет фактически очень тяжело доказать. Причастность тех людей к данным бутылкам, будем так говорить. Да, и бутылка получается, это незаконное орудие лова, правильно? Ну да, там же крючки, то есть бутылка она не нарушает. Мы опять возвращаемся к теме количества крючков. Понятно. То есть подписчикам канала, всё для клёва, и всем активным рыбакам нужно взять телефон и снимать, когда они на своей лодке выезжают на точку, там где ставят эти бутылки, и снять это всё дело на видео. Совершенно верно. Желательно этим нарушителям это не афишировать, снять это так, чтобы не было особо видно. Да даже если афишировать, какая разница? Нет, ну если афишировать, они просто могут поехать до прибытия работников рыбоохраны, их поснимать. Да пусть поснимают, даже если так. Да, вопросов нет. Смотри, какая цель преследуется. Если цель преследуется научить, то вы же понимаете, у нас человек ничего так не понимает, как удар рублём, будем так говорить. А штрафовать его может, выписать ему постанову с наложением штрафа исключительно сотрудник рыбоохранного патруля. Если надо освободить место, либо взвыть к их сознательности, ну я не думаю, что это какие-то там повлечёт за собой существенные последствия для этого рыбака. Потому что сегодня он снимет, завтра он приедет и продолжит делать то же самое. Если он за это заплатит один раз, ну уже как бы начнёт задумываться, стоит ли. Поэтому снимаем на видео, звоним на телефон горячей линии, ожидаем прибытия инспекторов, предъявляем им видео, которое они будут впоследствии использовать как доказательство. И дальше инспектора, пользуясь своим профессионализмом, должны соответствующим образом отреагировать на это. Понятно. Владимир, ну скажите, вы же понимаете, что оперативность, к сожалению, одесского рыбоохранного патруля немножко хромает. Ну это мягко говоря, согласитесь. Но представьте себе эту ситуацию, и человек стоит на рыбалке и ждёт час, два, три, а рыбинспектор не приезжает. Ну давайте, касаемо нашей структуры, как-то с точки зрения этики, я воздержусь, почему они не приезжают. Ну есть иногда ряд причин. Ну это понятно, что бывает ряд причин. Когда есть желание, то... И возможность. И возможность, естественно, то всё можно сделать. По поводу мусора, если видно, что человек мусорит на водоёме, кому нужно обращаться? Вот как, если человек не хочет вступать в перепалку и не портить своё настроение там и так далее, то есть... Ну загрязнение берега, прибрежной полосы водоёма, это тоже нарушение правил рыболовства. Это тоже в наших полномочиях составлять за это протокол. Да, и какой там штраф? Порча, аншлагов. Ну там штраф получается, это всё равно 85-я часть 3-я админкодекса. Вот санкции этой статьи предусматривают от Попереджина до 170 гривен. Вот. Это всё на усмотрение инспектора. Он оценивает данную ситуацию и принимает решение. И как доказать, что именно этот человек мусорил? То же самое представить видео. Опять видео. У нас же живём в век новых технологий, у каждого телефон что-то там умеет снимать и всё. То есть можно снять на видео, как он бросает бумажки, предоставить, как доказательство? Да, любое нарушение правил рыболовства, которое вы фиксируете, вот, там, грубо говоря, с глубоким чувством гражданского долга, набрали телефон, сделали всё, что от вас зависит, сняли, подготовили. И, ну, будем надеяться, что инспектор приедет, отреагирует. Хорошо. А если такой был бы формат, чтобы можно было эти видео отправлять на горячую линию РБХН-патруля, такое вообще, как вы думаете, возможно вообще-то? Я понимаю, но дистанционно мы наказывать людей не можем. У нас законодательство не позволяет этого делать, понимаете? Во-первых, надо установить его личность для составления протокола, нужны документы, надо услышать его доводы, его пояснение. Вот, если это 85-я часть третья, то надо провести разгляд справы, опять-таки. Всё, как предусмотрено админкодексом, выполнить все нормы, вынести постанову, и дальше человек её будет либо оплачивать, либо обжаловать. Это его, опять-таки, право. Понятно. Спасибо большое вам. Надеюсь на ваше дальнейшее сотрудничество с каналом «Всё для клёво» и дачу классных комментариев для наших подписчиков. Будем надеяться. Спасибо. Спасибо.